Акции Ростелекома, стабильные дивиденды и несколько слов про IPO Henderson. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. За двумя зайцами попытаемся погнаться в этом видео, разобрать две темы. Обе темы следствия ваших запросов в комментариях. Спасибо всем, кто пишет вопросы, пожелания по темам будущих видео, точки зрения и так далее. Вот, это помогает и канал развивать, и нам с вами находить интересные для вас темы для обсуждения. Вот, соответственно, были вопросы про IPO компании Henderson, начну с этого вопроса. Я решил пропустить это IPO, не участвовать в нем. Причин здесь две. Первая причина, не нашел какой-то дешевизны, прям вот откровенной дешевизны в акциях компании. И, то есть, они, кажется, что более-менее нормально оценены. Вторая причина в том, что российский рынок акций сейчас не прям, чтобы заряжен на то, чтобы все подряд акции росли. Да, если, так сказать, такая ситуация, там, экономика как-то растет, ситуация какая-то внутренняя, внешняя, хорошая, и, так сказать, расти будет, наверное, все подряд, тогда окей, можно брать и компании, которые разумно оценены, потому что они могут оцениваться еще дороже. Но, мы с вами имеем ситуацию сейчас, когда ЦБ буквально на днях поднял ключевую ставку до 15%. Несмотря на то, что я ожидал повышения ключевой ставки, у нас, помните, еще летом были видео, почему вырастет ключевая ставка, почему вырастут ставки по вкладам, ставки по кредитам вырастут. Несмотря на, так сказать, прогноз еще летом, что я давал, что вырастут, я не ожидал, что мы 7,5, аж до 15% по ключевой ставке к осени подрастем. Ну, как следствие, есть, так сказать, да, там, вклады, облигации, более надежные инвестиции с фиксированной более-менее доходностью. В общем, говорю более-менее, потому что облигации бывают, так сказать, и там, плавающие, да, есть с плавающим купоном, и там, в общем, дальние облигации, они в цене волатильны. Тем не менее, облигации, конечно, по доходностям подросли, вклады тоже, поэтому понятно, что на российские акции есть давление определенное, в частности, но акции Сбера вроде торгуются с понятными дивидендами ближайшей весной, с понятными крупными дивидендами, при этом они вот за последние дни снизились, как и российский рынок акций тоже, ну, где-то процента 2-3 потерял. В такой ситуации брать компанию, которая оценена, ну, более-менее нормально, я не хочу, я хочу брать дешевые акции. Если они там сейчас выйдут на IPO, и после этого где-то провалятся вниз, тогда, окей, может быть, мы эти бумаги присмотрим, ну, и, может быть, лично я их приобрету. Вот такой расклад по акциям Хендерсона. Я думал сначала сделать отдельное видео, но понимаю, что не успеваю, вот, и поэтому решил, так сказать, за двумя зайцами погнаться. Переходим ко второму зайцу, это акции Ростелекома, по ним тоже были запросы в комментах, и довольно интересное, собственно, следствие, я сегодня решил, что, ну, наверное, эти акции в портфель, пожалуй, возьму. Вот, это, так сказать, то, почему мне нравится ввести, не только инвестировать самому, да, но и нравится ввести ресурсы, так сказать, да, ввести блог, ввести YouTube-канал, потому что иногда спрашивают про акции, по которым думаешь, что, ну, наверное, там что-то неинтересное. Я на один из комментов по Ростелекому ответил, что там особо ничего интересного не вижу. Потом копнул поглубже, увидел некоторые новости, которые подъехали, ну, вот, за последние несколько дней, и перебулся, понял, что можно посмотреть, и решил бумаги эти взять. Вот, но обо всем по порядку. Давайте посмотрим с вами на финансовые показатели Ростелекома. На графике есть пробелы. Пробелы, это, так сказать, пробел классический, да, когда компания некоторое время не раскрывала финансовые показатели, но снова стала их раскрывать, и, кстати, мы с вами увидели, что Ростелеком подрос на удивление. Вот это для меня почему было удивление? Потому что инвестирую в акции уже, там, 12 лет, и Ростелеком долгое время был компанией, у которой финансовые показатели стояли на месте. Ну, вот, так сказать, Ростелеком, 16-й год, 17-й год, вот здесь вот видно, там, даже с 12-го года графика EBIT по кварталам. То есть, чуть ли не снижение было определенное, небольшое за несколько лет. Потом был такой вот всплеск определенный. Ну, конечно, так сказать, мы не можем не вспомнить, что Ростелеком приобрел Теле2, то есть полностью консолидировал, выкупил полностью. Вот, поэтому, понятно, природа роста Ростелеком по показателям. Но, несмотря на это, после этого Ростелеком вот за последние где-то год-два рост стал показывать уже, ну, вот такой, кстати, не потому что они там Теле2 купили, а именно рост бизнеса. И при том, что у них выручка тоже подрастала, но не прям сильно, видно, что они увеличивают маржинальность, увеличивают прибыльность. То есть, в частности, рост чистой прибыли 18% в год-году превзошел рост выручки и оказался выше, ну, по крайней мере, официальной инфляции. Ну, так сказать, да, там, конечно, скажется, что инфляция в реале там 30%, да, а не сколько там говорит ЦБ. Вот, но, тем не менее, все равно это очень хороший рост для такого бизнеса. При этом, если бы Ростелеком показывал график, как вот индекс Мосбиржи, скажем, там, за последний год сильно бы вырос, тогда, можно было бы сказать, что, ну, уже, так сказать, подросли акции, отыграли этот рост. Но Ростелеком сейчас торгуется в цены, которые до этого были, там, в 2020 году, а до этого были примерно такие же цены в 2016 году. То есть, Ростелеком, в отличие от очень многих российских акций, за последние 7 лет не вырос в цене. Ну, там, я имею в виду, что кто давно на фондовом рынке, кто там инвестирует, например, лет 10, помнит, что российский рынок акций, там, в каком-нибудь там 11, 12, 13 годах был в боковике. Сильная волна роста началась с 15-16 годов. И с того момента, несмотря на очень сильную волну роста, когда российский рынок с тех пор кратно вырос, акции Ростелеком торгуются в те же цены. Несмотря на то, что они, ну, так сказать, по показателям довольно сильно подтянулись, в частности, за последний год тоже. И более конкретно, идея в Ростелекоме, вот именно что меня, вот, соблазнило в этих акциях, да, почему я решил, так сказать, что, наверное, пора брать. Потому что, то, что они еще не заплатили дивиденды за 2022 год. То есть, на дворе 31 октября, конец октября, сейчас уже скоро 1 ноября наступит, компании за 2022 год, кто хотел, уже все там давно дивиденды выплатили. А Ростелеком только-только объявил дивидендную отсечку. Фишка в том, что у них летом произошла какая-то мутная история, когда они сначала, так сказать, сказали, что у нас будет собрание акционеров летом 30 июня. Нормально, у Ростелекома это стандартная тема, июньское собрание акционеров. Затем его внезапно отменили. И не было никакой информации про дивиденды, хотя до этого они ежегодно дивоотсечку ставили на июль. Уже много лет дивоотсечка Ростелекома стандартная в июле. Не было ее, сейчас, ну и был вопрос, что происходит, непонятно. Ясность пришла, они поставили дивоотсечку, там, на 30 ноября, 1 декабря. Вот, с дивидендами почти 5,5 рублей. И вот здесь интересная фишка. То есть сейчас, да, там, пройдет дивидендная отсечка через месяц. После этого следующие дивиденды, если не будет каких-то фокусов, скорее всего будут в июле. То есть уже относительно скоро. И получается, что с учетом того, что Ростелеком, они там еще, кстати, пообещали новую дивидендную политику принять. И дивиденды либо повысят по старой дивполитике, либо, ну, там, оставят старую дивполитику, либо по какой-то новой, так сказать, анонсируют какие-то более высокие дивиденды. Дивиденды, вполне вероятно, будут не меньше 5,5 рублей. Учитывая, что у Ростелекома подросла прибыль, может быть, дивиденды будут ближе к 6 или к 7 рублям за, так сказать, второе полугодие. То есть, да, итоговые, извините, за, значит, 23-й год, да, оговорился. Вот, и суммарно получится, что по Ростелекому 5,5 рублей дивоцечка через месяц, плюс летом, да, июнь-июль, скорее там, начало июля, следующая дивоцечка минимум 5,5, а может быть и побольше рублей. Суммарно 11-12 рублей дивидендов Ростелеком заплатит за ближайшие, ну, сколько получается, где-то 8-8,5 месяцев. Это получается дивидендная доходность чуть больше 15% за ближайшие 8-9 месяцев. Фишка в том, что даже с ключевой ставкой в 15% это хорошая дивдоходность. Не говоря уже о том, что Ростелеком, опять же, растет прибыль, то есть, раньше Ростелеком оценивался, там, 70-80 рублей за обыкновенные пролегированные акции при стагнирующих, стоящих на месте показателях. Сейчас они перешли к росту, поэтому закономерно, что и акции могут торговаться тоже повыше. При этом, если вот сейчас ЦБ вот так вот пожестче монетарную политику проводит, ключевую ставку задрал сразу еще на плюс 2%, то не исключено, что к следующему лету ЦБ ключевую ставку уже начнет снижать, вот так вот продавив вниз инфляцию. И тогда акции Ростелеком будут иметь еще, так сказать, хороший потенциал за счет снижения ключевой ставки, потому что по этим акциям есть хорошие стабильные дивиденды. Суммарно, конечно, по Ростелекому ожидать роста акций там в полтора или два раза, ну, я бы не стал, все-таки, так сказать, не тот профиль компании, да, это не компания, которая там супер быстро как-то растет или супер недооценена, вот, но какую-то консервативную доходность, ну, вот, по моим прикидкам, процентов 25 годовых от Ростелекома лично я жду. Мы увидим, сбудется этот прогноз или нет, увидим где-то ближе к весне-лету, вот, но учитывая, что здесь риски кажутся небольшими, учитывая, что ближайшие дивиденды через месяц, так сказать, отсечка уже есть, учитывая, что до этого Ростелеком дивиденды выплаты вроде бы не пропускал и столбики стоят хорошие за, так сказать, все предыдущие годы, я решил, что бумаги, пожалуй, в портфель возьму. Надеюсь, это видео было для вас интересно и полезно, пишите в комментах точки зрения по Ростелекому, там, брали-не брали, думаете брать-не думаете брать, как вам обзор, плюс пожелания по темам будущих видео, я надеюсь, что было интересно и полезно. Спасибо за внимание. Продолжение следует...